Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я дальше показывал, как правильно креститься. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. До суда доносить. И поклониться так, чтобы рука могла пол достать, колени не подгибать. Это поясной поклон. Поклон такой, чтобы рука, проверь сам себя. У нас в детском лагере дети учатся в течение одного дня. Как попало машет рукой. Я еще раз говорю, я ни разу не видел, что патриарх правильно перекрестился. Вот так вот, вот сюда куда-то руку сует и все. Ну что это такое? Земной поклон точно так же перекреститься, склонить колено. Мне это трудно. Покажи, Никита, как. Мне перепадать, она операция была, позвоночник вырезан там. И у меня сползает он. Вот смотрите как, внимательно перекрестить. Теперь руки вместе. Это 10 заповедей. Колени на месте и голова на месте до пола. Все? Вот так вот. Все просто. И таких поклонов, как про то Попа Вакуум. 3 тысячи бывает в день. И жена рядом. Анастасия Маркона, если ребятишки не пищат, как он пишет. Теперь, кто такие оглашенные? Сейчас выкинули некоторые, вообще слово оглашенное не звучит. Вот это вот никогда в церкви здесь не сделать. Почему? Неправильный вход в церковь. Правильный вход в церковь, когда человек уверует, примет правильное крещение. И должно быть заявление. Везде есть членство. А в патриархии его никогда не было. Никогда. Ни одного дня. Считаем. Об оглашенных. Так. Верно уже, которые приняли крещение. А притвор для оглашенных и кающихся. Дальше. Притвор есть третья часть храма. И, как предхраме, от молитвенного или среднего храма, отделяется особенной стеной, в которой находится одна или трое дверей. В притворе во время поучений и некоторых церковных служб, по правилам веренов, было стоять оглашенным, то есть готовящимся к крещению и кающимся. Оглашенный есть поучащийся вере и о святом крещении, как сказано в Кормчий Лист 24. То есть оглашенным называется тот, который принят число, готовящийся к окрещению. И через поучение живым голосом научается вере. Или оглашается, или приготовляется к святому крещению. Подробно об оглашенных. Итак, число оглашенных теперь принадлежат младенцы, некрещенные, те, которые в плену у язычников находятся и веры своей не может открыто исповедать, иноверцы, обратившиеся в нашу веру и требующие меропомазания, и, наконец, кающиеся и утлущенные от святого причастия. Сверх того, к оглашенным могут быть причислены и те, которые удаляются от церкви и живут в нераскаянии. Наконец, и всякий верный, побуждаемый совестью, должен самого себя полагать в числе оглашенных. Сам себя можешь отлучить. И молиться вместе с теми же оглашенными, дабы Бог очистил его тайные согрешения и не попустил ему входить в большее уклонение в деле веры и благочестия. Страница 44-45. Кающийся четырех родов. Подробно. Страница 49-53. А какой это книги страница-то? Ну, впереди-то было сказано, еще ничего не слышал. Об этом говорится. Кормча. 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 Вот где, в кормчей. Это я почему не заметил-то это сразу. Я сейчас еще выделю лучше. Вот где, в кормчей. А какой лист? Посему священник, готовящийся приступить к всему священодействию, начинает изводить от лико верных несовершенных, то есть оглашенных. С оглашенными никогда изводились и кающиеся, то есть находящиеся под запрещением. Святой Герман кающихся причисляют к оглашенным. Помолитесь соглашенным Господи, то есть непосвященные, ненаученные, некрещенные, исповедовавшие грех и еще состоящие поди пяти миями. Наказаниями церковными. Их тоже нигде нет сегодня. Допустим, женщина сделала аборт. Правило Василия Великого второе. На 10 лет отучается от церкви. Она на 4 группы разбивается. Там сначала там с пукающимися, плачущими, и так идет по 2,5 года. Дальше. Симеон Солунский это изведение оглашенных, и весь затем следующий великий выход таинственно уподавляет второму пришествию Господню. Ипподиакон не должен оставлять церковных дверей, дабы смотреть за изведением из церкви оглашенных и кающихся. Вот когда говорят, и лица оглашенные, то есть кто оглашенный, изведите. Три раза говорится, никто не шевелится. Пустой звук. 100% обман в церкви идет. 100%. То есть дьявол захватил свои рубежи. Как я говорю, пираты захватили церковь. Корабль. Ну а как? Ну вернуться к этому оглашенные, значит все. Служба дальше не идет. Сначала они должны выйти. Вот у нас так, все до одного выходят. Иногда бывает 10-15% выходят. Долго не было, три недели не было, значит выходи вместе со всеми соглашенными. Ну и что? Закон. И по-другому никак нельзя делать. Ну а если никаких есть, определенно, четко должен выйти. На этом все. А потом двери, двери, премудрости, вот двери, двери, дьякон, обязанный под дьякон. Пройти по храму, так ты верный, ты оттуда приехал, ты не на отлучении, ты нету себя, нету, значит выйти и дверь запереть. Вот как церковь смотрела. Первое, сейчас литургия проскомедия, дальше литургия оглашенных, а потом литургия верных. Этого нет сегодня. Сегодня все каша. Малаша. По всему на Еккинии говорится, и лицы верные, то есть оставайтесь в храме, чтобы созерцать жертву святых тайн, а изойдите всенепричастные всему, страница 196-197. Оглашенные, как готовишься к окрещению или просвещению, то часто по прочтению сугубо Еккинии должны быть выведены. Страница 274, 477. А это откуда? Это новая скрижаль? Новая скрижаль. 350, 358, 366. Это тоже какой-то же выпуск, наверное, о новой скрижале. Какой-то выпуск конкретный, это со страницами, не ж разные бывают, наверное. Ну это из новой скрижали показывается. Там скормся, а здесь из новой скрижали. Страница. Книга толстая. Я видел новую скрижаль. Она уже на патриархии была. Дальше. А то у нас уже дальше. Приблизительные вопросы к оглашенным, спрашивающим себе крещение. Эти вопросы расширяются, судя по ответам. Вот так. Первое. Определенно оглашенные готовятся к окрещению. И вот, допустим, крещение нынче у нас будет где-то 10 июля, потеряете, в полное погружение в озере. А накануне 9-го будет собрание церковно-приходской советы, и каждый отвечает. Каждому, который в оглашенной записан был по заявлению его, ему дается два поручителя, которые с ним занимаются. Так у вас еще, как в партии, там тоже поручители были, кандидатский стаж. Так партия-то взяла от верующих. Как в скаутские лагеря были, когда еще Алешка был, там царский сын. А потом уж в пионерские лагеря появились. Какие вопросы задают оглашенным? Первое. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? Почему, и спрашивайте себе крещение, подробно о причине, когда это желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли? Почему именно здесь решили принимать крещение? Обещайтесь ли оставаться членом Святой Цероссийской Православной Свободной Церкви? То есть, это вначале мы тайку вопрос задавали, а сейчас, значит, по-другому тут изменилось немного. Второе. Какие нарушения в религиозном и нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Соблюдали ли посты? Среды, пятницы, последний Великий пост целиком ли? Готовились, постились ли? Видите, какие вопросы-то все необходимо знать. Третье. Обрели ли свободу во Христе Иисусе домашних своих родителей, супруга, соседей по работе? Всегда посещать богослужения нашей Церкви не менее двух раз в неделю, в субботу вечером и в воскресенье на литургии? Всегда ли выходите из храма при возгласе оглашенной из Эдити? Обещайтесь ли сохранить всеми силами свободу во Христе во всем и особо на посещение богослужений? Вера в душе, кавычках, это смерть. Есть неприкрытые отречения от спасения, от движения вперед-вверх. Это были составлены уже когда у нас? Я не знаю, 25 лет назад примерно. И пока не меняется. Четвертое. Твердо ли обещайтесь исполнять написанное в Библии, каноны соборов, книга правил, устав, нашей общины, церковную дисциплину, 16 пунктов? Это мы прошли. Пятое. Обещайтесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении Христа, приобретать души для Христа, для Царства Небесного? Проповедь, свидетельство и жизнью, и словом везде. Тайно и явно. Видите, как я. Да такого никогда. Это вообще правило невыполнимое. А у нас все это выполняют, когда готовятся. Это надо ввести было в символ веры даже. Шестое. Разрешили ли свои семейный вопрос? Зарегистрированный ли? Если да, то супруг супруга является законным ли законной и до смерти его-её? Не имеешь права соединяться с другим? Седьмое. Ваше отношение к людям с двойным дном, в кавычках. К наушникам, сексотам, разглашающим тайну. Грех Иуды устрашает ли? Пишите ли стихи? Рисуете ли? Что и как? Слушаешь ли сатанинскую музыку? Ведешь ли дневник? То есть, а какое отношение? Узнать, примерно, зачем дышит человек. Веришь ли с нам, приметам, нормам по времени, на сон не более семи часов. Вставать рано, какая трата на еду. Упражняешься ли постоянно в милосердии, подаянии, милостыне, ухаживаете ли за больными, посещаете ли больных. Участвуете ли в похоронах, поминках, порвали ли с вредными, безбожными друзьями. Мы как отвечаем, и на это стараемся тогда уже чем-то помочь. Восемь, выучили ли отче наш веру и достойно есть Богородица. Девятый. Обещаетесь ли слушаться, подчиняться своему духовному отцу и наставнику во всем, что касается спасения. Готовы ли советоваться, обращаться к нему за разъяснением, под контроль, все свои поездки. Почему? Потому что много тратит время на это. Под контроль. То есть он уедет, но ты должен сказать, контролировать. Нужно или нет. Другой говорит, да я решила поехать, там родители говорят, дом мне подпишут. Я говорю, не езди, ничего этого не будет. Они уже, родители у тебя не верующие. Я поеду, а денег нет. Поехал, вернулась, еще нигде нет. Все потратил зря. Десятое. Своими ли руками добывать ли на пропитание? Или все время тянет коммерцию в начальники, руководители. Не иметь и от внешних порицаний, и не кричать во гневе и раздражение. Одиннадцатое. Не надмивайся, не превозносись. Бойся слова «прелесть». Не гордись, что для тебя все легко, и уже в тот грех не впадешь. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех. Особенно плотское соитие. Беги из этой местности, не ходи и мимо того места. Беги, не оглядывайся. Вот бывает такое, незаконная связь была с женщиной. Я уверовал, я ей буду говорить. Мысли такие сожги в себе. Ты утонешь. Черная космическая дара тебя засесет, и все. Дьявол будет искушать мыслью спасти своего партнера-блудника, засвидетельствовать ему, жалеть его будешь больше себя самого. Беги от таких мыслей. Совместно ли квартиры, дача ли, дело, дети ли, все это не стоит разговора, если это несет в себе смерть души. Уповай на Господа, беги прочь от греха. Воспитание детей довериться Господу, и все методы воспитания, принятые от людей, если они вопреки Библии, почитай за ничто. Не бойся мнения людей, кто что скажет. А вот труда как это вообще. Раб чужого мнения не угоден Господу. Желаешь обелить себе в очах Божьих, позволь очернить себе в глазах людей. Мнение людей неверующих, это то же, что крик вороны, ружжание жука, епископа моря, святой на златоуст. Если работа грешна, греховна, примени ее, уйди из учебного заведения, если работа будет не по Евангелию. Видите, как вот несколько пунктов, которые уже подготавливают. И дальше пишут заявление. Письма на Евангелие. Заявление я, Никита Колесник и Тарейши, вера в Господа нашего Иисуса Христа, принимая Его как моего Спасителя, добровольно желая принять святое крещение в оставление грехов и быть членом Святой Православной Церкви. Прошу внести меня в число оглашаемых, готовящихся к окрещению, обещаясь исполнять святые евангельские заповеди и посты Православной Церкви, и все, чему научаюсь на подготовительных занятиях, согласно Слову Божию и правилам Святых Соборов и Святых Отцов, и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Мой возраст, адрес проживания, дата подпись поручителей. Первый, второй. Адрес проживания, адрес проживания, дата роспись, дата подпись. А вот это заявление, которое приходит в общину, но уже были крещеные. Для них другое заявление. Заявление для крещеных о принятии в общину. Церковный приходской совет, крестовозреженская община города Барнула, от «Прошу принять меня в общину. Я верю в Господа и Иисуса Христа, как в своего Спасителя, моего Спасителя. Уверовала время, место, через кого, через чью проповедь, что послужило обращению ко Христу, в каком возрасте подробно. Приняла крещение вместо мест, время, место, кем крещен, в полное троекратное погружение, обещая исполнять святые евангельские заповеди и посты православной церкви и все, чему научаясь на библейских курсах нашей общины, согласно Слову Божию, правил святых соборов, святых отцов церкви и бесспорно соблюдать все правила церковной дисциплины в 16 пунктах и подчиняться всем решениям нашей церкви общины беспрекословно. Тельдата, подпись, возраст, адрес, телефон. Поручители и свидетели моего крещения не менее двух их адреса, телефон и возраст». Мне вот еще тут попутно статью поместило. Все эти материалы к истину православия в книге у нас есть, и для Слова Божия нет уз. «И я там был». Начинается. «Люди стояли в коридорах и комнатах. Было торжественно тихо. Каждый молил Господа Бога за то, что есть теперь место, где можно преклонить к голове». «Вот мы получили это место, где сейчас находимся. Получилось, когда меня освободили, потом я был реабилитирован, у меня многое конфисковано, и 11 лет в суд шел. И, наконец, я его выиграл. А у городской администрации, ее КГБ сделало ответчиком, денег не было. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью. Вот в центре города два домика, и в одном мы как храм сделали, и 13 соток земли. Вообще чудесное Бог дал. Как с неба опустил». «В минувшие выходные православная крестовоздвиженская община отметила годовщину первой литургии на новом месте служения. На торжество приехал епископ из Шимско-Сибирской Евтихии. А на следующий день здесь побывал мэр Барнаула Баварин. Валерий, подивился, как много сделано за год». «За год сделали здесь алтарь, принимают зал для женщин, для детьми. Ну, все сделали как». «История-то началась еще в 80-е, когда у проповедника Игнатия Лапкина по решению Краевого суда было изъято фонотек религиозно-историческое содержание. После многочисленных судебных тяжб справедливость восторжествовала». «Это унивительно было. Я разговаривал с председателем Краевого суда Пашковым Виктором Ивановичем. Это генерал-майор. И он говорит, чтобы гражданское дело, утвержденное уже Верховным судом Российской Федерации, а потом Верховным судом СССР, я отменил президиум. Там еще одна организация, какая-то Амелина, по-моему. Такое, говорит, единственное пока. Там разбирают только тяжелые, выше которые. А это гражданское, почему молились? Отменили все предыдущие решения, и я выиграл процесс». «Одиннадцать миллиардов они дожи были мне». С Лапкиным рассчитали с двумя старыми деревянными домами. И вот сегодня после ремонта есть место, где можно помолиться, побеседовать, отдохнуть. А это почти сто человек с детьми. Построили детскую площадку с качелями, есть даже голубятня. Вообще не удивляет порядок везде во всем. Строгость служения, отсутствие всяческой торговли, крещение, венчание. И все требования совершаются бесплатно. Он первый раз пришел, знаменитый фотограф, все. И он это подметил. Что? «Женщины здесь ходят в длинных платьях, головы покрыты по старинному русскому обычаю. Мужчины носят бороды и длинные рубахи. Где носят? В кармане бороды, за поясе. После литургии состоялась праздничная трапеза, постная, кстати. «И я там был, компот, чай пил, морщеные яблоки с калачами ел вкусно». Текст и фото Андрея Каспришина. Алтайская правда, 17 декабря. Удивительный тоже человек. Второй в Алтайском крае, который сделался заслуженным деятелем искусства, получил какое-то там название прямо непосредственно от Путина. Алтайск, это губернская газета. Ну вот и все. На сегодня по суставам ознакомили. Как относятся к нам люди, которые были. Они неоднократно, он приезжает в Потеряйку, а Волобуев, он уже так, 26, примерно 27 лет приезжает. Делает выставки и всегда занимает первое место. И на международных конкурсах. А люди-то, которые на нас что-то говорят, они не видели, не знают. Они приезжать будут. Вот как наш Евтихий, когда его поставили сибирским, потом он говорил, а он маленько-то уже знаком был, я думал, как я с Игнатьем ладить буду-то. А приехал, когда я его везде вожу, показываю, он даже не понял, что это я. Это, говорит, совершенно другой человек. В посланиях он силен, а в личном присутствии речь его слабая и незначительно. Все на этом. Слава Иисуса Христу!